Великая Отечественная война – тот рубеж, который разделил жизнь любого человека на до и после. И, пожалуй, нет такого события 20 века, которое бы сохранилось настолько долго в памяти всего народа. Кондопожский ЦБК бережно хранит традиции чествования ветеранов. И юбилейный год, несмотря на пандемию коронавируса, не стал исключением. Сегодня тех, кто познал тяготы войны, прошел огонь ожесточенных боев и удостоился боевых наград, осталось четверо. Ветеран войны и комбината Анатолий Федорович Сташков эти страшные дни помнит и сегодня. Когда началась война, ему было 15. Вот на комбинате там была пристань. И вот на пристани нас подсадили на катера. Тогда были деревянные катера небольшие. В адвокатера уже когда стемнело, нас повезли до Кулумбса. Уже народа бы не было. Вот ехали по этой улице, по Советов, и никого не видели народа. Уже все были выкурированы. В 43-м Анатолия Федоровича призвали в армию. Служить довелось в разных точках Советского Союза. Службу закончил уже в разведбате на Дальнем Востоке. У Леонида Ивановича Кокунина жизненным девизом стала фраза «Моряки Северного флота не сдаются возрасту и болезням». В Великую Отечественную войну Леонид Иванович воевал на Северном флоте, в береговой артиллерии. Василий Фадеевич Погров награжден Орденом Отечественной войны второй степени, медалями за оборону Советского Заполярья. Призван в 17 лет в Марфлот. Служил в Мурманске зенитчиком и защищал нашего северного соседа от немецких налетов. Лидия Яковлевна Осипенкова – мать-героиня. У нее семь дочерей. В 16 лет вместе с сестрой и братом ушла в партизанский отряд. Вместе прошагали всю Белоруссию. Победу встречала в Кёнигсберге. Судьба завода и его работников во многом схожа. В первые месяцы войны все население Кондопоги, как и само предприятие, были эвакуированы. В Музее истории Кондопожского комбината хранится интересный документ. Подлинник доклада начальника охраны Кондопожского ЦБК-700-го, директору комбината Большого, в котором он отчитывается о проделанной работе по демонтажу и отправке в эвакуацию оборудования комбината. Части машин и станков заняли 107 вагонов. Разборку оборудования производили старейшие работники, основатели комбината. А те, кто помоложе, по всей стране уходили добровольцами на фронт. Мой родной дед, ему было 20 лет, он ушел добровольцем, и моя бабушка рассказывала о том, что получила всего два письма. И под Оршей, второй или третий бой, мой дед Иван пропал без вести. Вот мои попытки найти, написать письма, запросы, они как-то не увенчались успехом. Но у меня был того деда, которого я знал непосредственно и увидел, он был тоже участником этих событий. Вот, и прошел от командира танка, вот, принимал бои непосредственно. Ну, мы понимаем, какие танки в начале войны были. Поэтому в одних из боев его ранило. Вот, и он был пленен, попал к немцам и в плен, и провел два года в плену. Поэтому в последние дни своей жизни он небольшие эпизоды рассказывал. Это было, конечно, достаточно ужасно. Война отозвалась огромной трагедией. Нет ни одной семьи, которая бы не коснулась горя войны. С огромной болью в душе мы вспоминаем тех, кто с мужеством шел на фронт. Участником войны был тесть Сорокин Геннадий Николаевич. Он дошел до Берлина. Вернувшись домой, оставшиеся последние 40 лет своей жизни, каждый год, 9 мая, вспоминал тяготы войны всегда со слезами на глазах. И в памяти о нем каждый год, 9 мая, мы с его портретом участвуем в акции «Бессмертный полк». Сегодня имена павших воинов за родину и Кондопогу навечно высечены на братской могиле и монументе героям Советского Союза. Высокого звания удостоены трое земляков. Уважаемые жители Кондопожского района и города Кондопога, ежегодно отмечаем праздник 9 мая. Я хотел бы обратиться к ветеранам, всем тем, кто прошел войну, к детям войны, поздравить их с этим великим днем. Я желаю вам здоровья, благополучия. Я хочу, чтобы вы передавали память своим детям, внукам об этом страшном событии, об этом Великом Дне Победы, чтобы помнили подвиги наших дедов, прадедов и не допустили такого события вновь. Поздравляю вас, дорогие земляки, с праздником 75-летием Великой Победы! Из 900 сотрудников Кондопожского комбината, ушедших на фронт, более 300 погибли или пропали без вести. Но для тех, кто дошел до Победного Мая, окончание войны было настоящим праздником. Радость такая была, все дорогие. Незнакомые люди, целовали, ходили там. Ну, примерно, интересно, почему. Очень трагично. Ну, радость такая была. И трагедия, и радость, что кто-то потерял кого-то, кто-то жив остался. И вот уже 75 лет прошло с тех пор, как закончились взрывы, и мы живем под мирным небом. За это мы в неоплатном долгу перед старшим поколением. Дорогие жители города Кондопога и Кондопожского района, этот праздник, праздник Победы в Великой Отечественной войне, является, несомненно, самым одним из главных и приоритетных праздников для всего нашего народа. Все меньше остается живых участников и свидетелей того тяжелого периода. Но время не сотрет в нашей памяти воспоминания о тех сломанных судьбах, о разрухе и тяготах того военного времени. И каждый год, 9 мая, мы все вместе будем вспоминать тех, кто ценой своей жизни защищал нашу Родину. Вспоминать тех, кто самоотверженно трудился к тылу. Уважаемые друзья, от всей души поздравляю вас с этим великим праздником, Днем Победы. Желаю вам, всем, мирного неба над головой. Желаю вам, уважаемые ветераны, здоровые вам и заботы близких. С праздником, дорогие земляки! Дорогие ветераны, уважаемые жители города и района, сердечно всех поздравляю с великим праздником, с Днем Победы. В этом году наш народ отмечает 75-летие Победы в этой ужасной войне. Она бессердечная война, это, как говорится, для всех страдания, она касается всех жителей. Поэтому она не только разрешает города, но и судьбы поколений. Все защитники нашей страны в этот период не думали о себе. И, не считаясь со своими возможностями, защищали нашу Родину и восстанавливали города и села. Низкий поклон, уважаемые ветераны, за ваш подвиг, который вы совершили на полях сражения. Мы искренне благодарим вас за то мужество, за ту отвагу, которую вы проявили. Счастья, здоровья всем вам, родным и близким. Будьте с нами как можно дольше. Редактор субтитров А.Семкин